Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Карина Буревич. Смотрите сейчас. На языке современности в Бобруйске прошел молодежный форум. Есть все условия, все возможно для реализации себя. Как помогают новичкам. От правды не сбежишь. В Осиповичском районе автомобилист пытался скрыться с места смертельного ДТП. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Алкоголизм или безумие. Воля и труд. Юные воспитанники хоккейного клуба Бобруйск, бронзовые призеры международного турнира. У нас получилось платить команду за эти дни. Где рождается успех. А также золотой запас, школьная готовность и свежий ветер. В Беларусь идет похолодание, что покажет термометр. Республиканские запасы. Президент встретился с губернатором Витебской области. Александра Лукашенко интересовал ход уборочной кампании. В регионе уже намолотили миллион тонн. А обработано только 89% полей. Сейчас у аграриев страны стоит цель – 11 миллионов. По словам главы государства, добиться можно и большего. Однако нужды в этом нет. Зерна достаточно, в том числе рапса, гречихи и проса, чтобы обеспечить людей накормить скот и иметь небольшой резерв. Хорошее формирование зерна у кукурузы, хорошее формирование. Я смотрю практически каждый день. И если мы уберем зеленую массу кукурузы и еще хороший початок зерна, хорошо законсервируем сенажное или силосное траншеи, мы получим хороший корм в этом году. Поэтому нам надо аккуратно к этому подходить. На месте, я думаю, председатели райисполкома и руководители хозяйств должны разобраться. Ну а ваш уже контроль, чтобы мы не перегибали в плане того, вот миллион получили зерна, надо полтора. Нет, надо столько, сколько надо. Поэтому вот это надо иметь в виду. Ну так, на злобу. Это, конечно, не мое дело, это уже вам там определяться. Но, тем не менее, меня иногда заносит на мою директорскую должность, когда я ходил и смотрел, а что же лучше. Больше зерна или же иметь сенаж силос и так далее. В этот же день в кабинете у президента глава Белнефтехима Александр Лукашенко поинтересовался, как обстоят дела с модернизацией двух отечественных нефтеперерабатывающих заводов. В целом, главу государства интересовало, как белорусский комплекс адаптируется к санкционному режиму. Андрей Рыбаков доложил, удалось обеспечить бесперебойную работу всех без исключения входящих в концерн предприятий. В ответе за жизни других в Осиповичском районе водитель пытался сбежать после ДТП, в котором погиб пассажир. 34-летний житель столицы потерял контроль на закруглении дороги. Ситроен съехал в кювет и врезался в дерево. После чего меньшанин скрылся. Его отыскали через два часа. Мужчина был пьян, а свидетельствование показало 1,4 промилле. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. 46-летний пассажир скончался в машине скорой помощи. Проводится проверка. Белорусская вакцина, осенний прогноз и школьный сезон. Система образования готова к началу учебного года. Сколько первоклашек сядут за парты? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси с 1 декабря начнется предклиническое испытание собственной вакцины против COVID-19. Для создания будут использовать классическую технологию. Сейчас идет строительство нового завода Битебской области. В перспективе здесь будут разрабатывать препараты и от других заболеваний. Система образования страны готова к началу учебного года. С 1 сентября в эксплуатацию ведут 4 новые школы. За парты сядут порядка 2000 учащихся, из них 115 тысяч первоклассники. Тема первого урока – в исторической памяти сила и единство белорусского народа. Нотариусы бесплатно проконсультируют 31 августа и 1 сентября. Обращаться можно по любым вопросам – от оформления наследственных прав до составления брачных договоров. Полный список контор и бюро. Их время работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты. В республике с 2023-го увеличат объем финансирования научных разработок на 25%. Сумма достигнет полмиллиарда. И это только помощь из бюджета. Есть и инновационные фонды. Главный акцент белорусские ученые делают на импортозамещение. С началом календарной осени придет похолодание. В ближайшие дни начнет поступать свежий, насыщенный влагой воздух. Во вторник в ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Температура ночью опустится до плюс восьми. Днем столбик термометра покажет 27 градусов тепла. В четверг будет всего 11-18 выше нуля. Беларусь будущего. В городе прошел молодежный форум. Многогранный разговор состоялся между представителями власти, БРСМ и молодежного парламента. Здесь обсудили вопросы патриотического воспитания, влияние интернета и социальных сетей на подрастающее поколение. Ведь в бурном информационном потоке сложно отличить, где правда, а где ложь. Поэтому главная задача – искать новые подходы взаимодействия. Молодежный парламент в первую очередь настроен на то, чтобы привлечь как можно больше молодых специалистов. Город работает на все 100%, что касаемо именно молодого специалиста. То есть есть все условия, все возможно для реализации себя. Мы занимаем ведущие места в тех показателях, которые именно оценивают качество жизни. И вот такие именно встречи, они дают повод, во-первых, вместе пообщаться, послушать их предложения и инициативы, рассказать о том, что дать оценки. А мы основываемся на различных источниках. Ведь сегодня вы видите, что творится вокруг, какой объем информации, какой объем различных источников обрушивается на всех нас. Большое внимание сейчас обращено на тех, кто получил свое первое рабочее место. В Бобруйске таких 600 человек. 213 молодых специалистов прибыли из других городов. Им оказывают всевозможную поддержку – от комфортного жилья до материальной помощи. Успех с бронзовым отливом. Юные воспитанники хоккейного клуба Бобруйска заняли третье место на международном турнире в Нарофоминске. Участие в нем приняли 8 команд. На тренировку заглянул Максим Кембель. На льду спорткомплекса юные воспитанники местной хоккейной школы. Мальчишки 9-12 лет отрабатывают бросок по воротам. Свой путь в хоккей Егор Воронов начал 7 лет назад. Пошел по стопам старшего брата. Сейчас осознает – выбор вида спорта и игрового амплуа сделал правильно. Это доказал и прошедший международный турнир в Нарофоминске. Команда привезла бронзовые награды, а сам парень – звание лучшего вратаря соревнований. Было очень тяжело. Соперники были сильные. Но наши тоже показали сейчас хорошие стороны и мы выиграли. За Кубок Олимпийского чемпиона боролись 8 команд. Турнир в Нарофоминске носит имя легендарного советского хоккеиста Владимира Мышкина. Три виктории на отборочном этапе дали право бобручанам сразиться за бронзовые награды. В матче за третье место соперником выступила команда «Звезда». Поединок получился напряженным и результативным. Все решилось в серии буллитов. И гол! 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 Бронза достается команде «Бобруйская арена». У нас получилось сплотить команду за эти дни. То есть ребята были одним кулаком. С каждым соперником мы играли кость в кость, чтобы показывать результат. Все игры мы выиграли в одну шайбу. Сейчас команда продолжает предсезонную подготовку. В сентябре «Бобрам» сортовать в регулярном чемпионате. Задачи самые максимальные – бороться в каждом матче и доказывать на льду. Бобруйск – город хоккейных чемпионов. Максим Кембель, Максим Галенка, Бобруйск – 360. По стопам родителей Бобруйска Громаш провел день открытых дверей. На территории предприятия больше 300 человек. Праздник устроили для детей сотрудников в преддверии 1 сентября. Подготовили подарки для многодетных, канцелярские принадлежности и красочные рюкзаки. Затем гости погрузились в мир зеленой техники. Узнали, как она создается и для чего предназначена. У нас семеро детей. Нас уже сюда приглашают третий раз. Мы были в прошлом году на этом празднике тоже перед школой. И на Новый год нас приглашали. И сейчас мы с удовольствием приходим, потому что всегда тут интересно, весело. Дарят подарки. Спасибо им за подарки и за то, что дарят радость детям. На выставке мы представили наши наиболее массовые машины, которые производятся как для Республики Беларусь, а также поставляются в 50 стран мира. Соответственно, машины произведены и на нашем предприятии, и уровень локализации в них 100%. То есть они сделаны из комплектующих, произведенных в ЕС. Перед экскурсией для ребят провели инструктаж и выдали каски. Затем провели по цехам и познакомили с машинами. Перед началом учебного года такие встречи – это не только новые впечатления, знания и навыки, но и хороший толчок в выборе будущей профессии. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»